Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Юлия Великодной в этом выпуске. Итоги знакомства с Якутией. Что больше всего привлекло внимание москвичей? Итоги. Лидер молодежного совета стал главой Чикурдаха. В поселке состоялись досрочные выборы. Игра престолов на территории Якутии. Очередной сезон популярного сериала предложили снять в республике. Тепло, вечные мерзлоты. Выставка-ярмарка с таким названием стала одним из самых крупных мероприятий Дней Якутии в Москве. Подробнее о выставке и о программе Дней Якутии расскажет Айсена Бурнашова. Торжественное и официальное открытие Дней Якутии в Москве состоялось в экспоцентре на главной сцене. Экспозиция республики презентовала москвичам и гостям столицы наиболее яркие достижения Якутии. Посетителям представили все многообразие северного края. От культуры и традиций до достижений в области экономики и промышленности. Посетители смогли вживую посмотреть на редкие палеонтологические находки и успехи в науке, видя такой милой клонированной лайки по кличке Керечена. В Российском государственном архиве социально-политической истории состоялась научная конференция. Прозвучали доклады о перспективах развития Арктики, о модернизации севера и объектах культурного наследия. Также был презентован журнал «Исторический архив», специально выпущенный к юбилейным датам. Наш институт уже в свое время поработал, и мы рады, что наше экспертное заключение получило одобрение руководству республики. И вот сейчас мы имеем это удовольствие видеть здесь якутских коллег, общаться, проводить научные дискуссии. В центре Москвы на сцене Российского государственного академического молодежного театра состоялся галоконцерт мастеров искусств республики. Зрители увидели и услышали прекрасные профессиональные живые выступления артистов от классической музыки до звуков хамуса. Масштабный концерт покорил москвичей и подарил каждому зрителю тепло белого края. О днях Якутии я слышала, но вообще мы по таким концертам всегда ходим, потому что имеем как бы связь с культурой. Когда мы что-то узнаем, когда Якутия приезжает, мы посещаем все. Очень интересно. Потом видите национальные костюмы. Господи, да вон ребята, какие красавцы стоят. Мы всем им сказали. Уру и айхал. Дни Якутии в Москве продолжатся до 17 декабря. За это время каждый житель и гость столицы сможет посетить интересные выставки, презентации и культурные события. НВК Саха, Москва. Центр избирком России сегодня запустит обратный отчет времени до выборов президента. Утвердит календарный план избирательной кампании и распределит выделенные на нее бюджетные средства. С 27 декабря по 31 января кандидаты смогут подавать в Центральную избирательную комиссию документы и подписи избирателей, необходимые для регистрации. По словам председателя ЦИК Эллы Памфилова, основная часть средств будет направлена в регионы. Ранее сообщалось, что на проведение выборов ЦИК выделено более 14 миллиардов рублей. На данный момент 23 человека заявили о желании баллотироваться на пост президента России. В минувшие выходные в поселке Чикурдах Алаиховского улуса состоялись досрочные выборы главу муниципального образования, где с более чем 370 голосами избирателей выиграл руководитель молодежного отделения Ассамблеи народов Якутии, лидер молодежи Дмитрий Шарипов, выдвинутый якутским рискомом КПРФ. На втором месте председатель Чикурдахского совета депутатов Михаил Лебедев, он набрал 220 голосов. Явка избирателей составила 53%, всего проголосовали 700 жителей поселка. На выборах приняли участие 4 кандидата. Всего проголосовало 729 избирателей, что составило 53,8%. По итогам голосов избирателей Шарифов Дмитрий Фаильевич набрал 51,8%. Лебедев Михаил Михаил Михаилович 31,7%. Малардыров Антон Михаилович 7,8%. Донде Дионисий Георгиевич 3,8%. Против всех проголосовало 5% избирателей, недействительных бюллетеней 1,3%. Алроса ищет новые месторождения, причем в любое время года. Чтобы обеспечить бригады горно-буровой экспедиции всем необходимым, работники транспортной службы предприятия пробили зимник. А это без малого 200 километров. С подробностями моя коллега из Алмазного края. У старшего тракториста Юрия Глазкова редко выдается свободная минутка отдыха. Вместе с коллегами он прокладывает зимние дороги к участкам буровиков. Туда для них будут доставлять необходимый груз. Компания Алроса ведет поиск новых алмазных месторождений сразу в нескольких местах. И именно буровики здесь своеобразные разведчики. Бригада у нас состоит из двух кировцев и вахта сопровождения. Мы, получается, пробиваем зимники, уезжаем приблизительно где-то на дни 18, на 20, когда делаем зимники. Потом за нами идут машины, доставляют груза, что необходимо для экспедиции. Мирненская горно-буровая экспедиция – предприятие «Молодое». Его организовали 1 октября этого года на базе трех экспедиций. Задача у работников, можно сказать, стратегическая для Алросы – поиск новых алмазных месторождений. Протяженность данного зимника небольшая, порядка 20 километров. Значит, данные работы проводятся для того, чтобы осуществлять снабжение буровых бригад материалами и оборудованием. Вот таким колесом от Белаза дорожная служба выравнивает зимник. После него дорога почти как асфальт. Больше 20 буровых бригад ведут поисковые работы на участках – Батуобинский, Сельдюкарский, Хампинский, Правобережный, Накынский, а также в поселке Айхал и городе Удачный. Протяженность зимника составила более 200 километров. Транспортная служба экспедиции уже сдала его. На площадке буровиков уже отправлены первые тонны оборудования, инструментов и материалов, которые по временным дорогам им будут доставлять до апреля следующего года. Мария Урцева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Новое здание начальной школы и по совместительству детского сада стало большим событием для жителей маленького села Алёкминского района. Численность населения Мархи составляет 170 человек. Еще совсем недавно коллектив и ребятишки начальной школы сада в селе Марха ютились в старом здании. Здание ждали очень давно. Наверное, уже последние лет 8. Потому что старое здание пришло полностью в непригодность. Разрушены были, как уже говорилось, стену грибком. Были поражены. Здание было фактически в ветхом состоянии. Здание ждали давно. Было очень холодно в старом здании. Само открытие вылилось в настоящий праздник для всех жителей. Я бы сейчас работала с удовольствием в этой школе. Спасибо. Я вот только первый раз сегодня пришла, посмотрела вот эту школу. Даже довольная. Это хорошо. Ведь не секрет, что в малых деревнях такие объекты выполняют роль не только обучающую. Это островки культуры для всех без исключения. Если не будет школы, то считайте, что не будет и села. Если есть в селе школа, то жизнь продолжается. Маленьких хозяев пока не так много. 15 человек. Из них 8 дошколят. Дома, Денис, Ленат, Ялик. Как вам здесь живется? Холосо. И в голоде холосо. Берем на меня пока, смотрите. Берем на меня. Нет. Проблема малых сел существует и сегодня. Старые здания в большинстве в аварийном состоянии. Но денег на строительство новых не хватает. Только в Алёкминском районе остро необходимы малокомплектные объекты в селах Мача, Кяча, Улахан, Муку. В селе Марха здорово помогла программа «Моя Якутия». Но в 2018 году в неё не попал ни один объект в Алёкминском районе. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алёкминск. В Якутии особое внимание уделяется безработице среди молодёжи. С прошлого года началась интенсивная работа по трудоустройству молодых людей в промышленные предприятия. В эти дни в республику прибыла делегация из Санкт-Петербурга для сотрудничества и обмена опытом по вопросам занятости. Стороны обсуждают организацию профобучения, профориентации, создание рабочих мест для инвалидов и другие вопросы. Наиболее интересные это всё-таки вопросы, связанные с трудоустройством молодёжи. Потому что если большие города, молодёжь приезжает в других регионах и реализует себя, то очень сложно реализовать её в небольших субъектах, особенно если промышленность регионоориентированная. Поэтому нам бы хотелось понять, какие формы работы есть в Якутии, как вы мотивируете молодёжь на то, чтобы она развивала регион. Во второй школе Якутска состоялось первенство республики по скалолазанию в дисциплине болдеринг, в котором приняли участие 50 человек, в том числе из Среднеколымского и Абыйского улусов. Соревнования проводились в фестивальном формате по разным группам. Отмечу, что болдеринг представляет собой преодоление серии коротких, но очень сложных трасс. По итогам первенства победители вошли в сборную Якутска. В скором времени они примут участие в чемпионате Дальневосточного округа. А специальным гостем соревнований стал приглашённый гость, трёхкратный чемпион мира по скалолазанию Дмитрий Шерифуддинов. Именитый спортсмен провёл мастер-класс и поделился советами. Дети и взрослые умеют лазать, да, но им нужен опыт. Собственно говоря, для этого я сюда и приехал, передаю свои знания. Впереди Олимпиада 2020 в Токио, и мы все увидим там скалолазание, и я очень рад. Я уже прошёл две трассы. Для начала я выбрал лёгкие, сейчас я пойду на более сложные трассы, чтобы повысить те баллы. Год назад я участвовал на чемпионате Дальнего Востока, занял там 11 место. Через неделю еду снова туда, пытаюсь уже пройти финал. Снять восьмой сезон сериала «Игра престолов» предложили в Якутии. Соответствующее письмо ранее было направлено в адрес руководства американского телеканала HBO от имени нашей телекомпании. «Регион является одним из самых холодных мест на Земле. Нигде нет места более подходящего для показа настоящей зимы и холода в Вестеросе, чем Якутия», говорится в частности в письме. Из письма следует, что в Якутии много красивых озёр, гор и рек. Кроме того, здесь есть Тундра и Тайга, Восточно-Сибирское море и Море Лаптевых, а также другие удивительные места. К тому же НВК Саха окажет содействие и поддержку в съёмках сериала, отмечается в письме. На телеканале HBO подтвердили получение письма, однако ответа пока не последовало. Смотрите сегодня вечером в нашем выпуске. Авария в котельной Томота на контроле прокуратуры и главы района. Жилые дома постепенно начинают прогреваться. Дни Якутии в Москве завершены. С кем заключены договоры о сотрудничестве? От рукописного труда до конвертизации. Обязательно Якутии 100 лет. К этому часу у нас все новости. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok